На четыре дня Карачаева-Черкесия стала спортивной столицей страны. Завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Высокие состязания по уже сложившейся традиции принимала станица Преградная Урубского района. Ахмат Халкечев продолжит. После официального открытия от имени главы Республики Рашиза Тимрезова и всего депутатского корпуса гостей и участников состязаний поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Спортсменам он пожелал исключительно здорового азарта и честных побед. Большая честь для всех нас. И я думаю, что это будет большой праздник. И вы подарите хорошие результаты. Мы возлагаем на вас очень большие надежды. Хочу пожелать, чтобы вы нашли здесь не только победы, но и подружились. В соревновании собрали около 400 сильнейших борцов из более чем 30 регионов страны. В первый день состязаний за выход в полуфинал боролись борцы в весовых категориях 57, 70, 86 и 125 килограммов. Ну а победители по ним определились уже во второй день. С тренерами правильный подход был. И как видите, получилось. Соперный к финале, честно говоря, не думал, что такой крепкий. Сложно было. Оспаривать звание сильнейших в своих весовых и возрастных категориях на ковру первенства выходили как победители национальных состязаний, так и чемпионы мира. На третий и четвертый день сильнейших определили веса 61, 65, 74, 79, 92 и 98 килограммов. Здесь, как прогнозировали спортивные аналитики, у нашей республики имеются безусловные фавориты. Именно на эти веса у нас есть хорошие ребята. 65 килограммов борцы Дуваев, Рустам, Джан Дубаев, Амаль, 79, Тамбиев, Азрит, тоже придет в Россию по молодежи. И на завтра, мы надеемся, у нас будут медали. Ожидания главного тренера сборной нашего региона подтвердились практически полностью. В финале Амаль, Джан Дубаев стал обладателем золотой медали, а Рустам Дулаев завоевал серебро. По всем возрастам, в общем, в этом году на России представители Черкесии очень хорошо выступили. И с каждым годом чувствуется, что уровень борьбы здесь с Карачаевым и Черкесией поднимается. Потому что работают тренера, очень много молодых тренеров, перспективных тренеров, которые отдаются своей работе. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда нашей страны, которая в конце октября поедет на первенство мира в Албании. Сильный состав российской сборной по вольной борьбе гарантирован, отмечались судьи, следившие за состязаниями. Ахмат Халкищев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район.